Насколько первичное жильё сегодня дороже вторички? Ждать ли снижение цен на новостройки? Какие зарплаты сегодня предлагают водителям такси? И сколько они реально зарабатывают? Подробнее об этом расскажем прямо сейчас. Вы смотрите новости экономики в студии Нина Горюнова. Здравствуйте! Столица Татарстана вошла в четвёрку крупных российских городов по стоимости первичного жилья. Казань уступила лишь Сочи, Москве и Санкт-Петербургу. По данным Яндекс.Недвижимости, за год новостройки в столице республики подорожали почти на 15%. Средняя стоимость квадратного метра превысила 200 тысяч рублей. К сравнению в Сочи данный показатель в два раза больше – 418 тысяч рублей. В Москве квадратный метр нового жилья стоит 318 тысяч, а в Санкт-Петербурге – 241 тысяч рублей. Рынок новостроек достаточно инертен, потому что финансовая модель застройщиков была заложена давно. Ещё на этапе проектирования, в каких-то случаях год-два-три назад. Соответственно, ждать ощутимого снижения цен на строящиеся объекты скорее не стоит. Здесь будут играть роль новые так называемые финтех-продукты, финтех-инструменты от застройщиков, которые создаются для компенсации вот этой снизившейся доступности новостроек из-за изменений ипотечных программ. Динамика цен на новостройки сильно зависит от региона. Там, где доступны адресные ипотечные программы, такие как Дневосточная ипотека или Арктическая ипотека, цена на новостройки будет расти быстрее. И это, в свою очередь, также будет влиять на среднюю цену и на вторичном рынке. Стоит отметить, что в начале марта цены на вторичное жилье в Казани были на 21,5% ниже, чем на первичку. По разнице в ценах столица Татарстана оказалась в лидерах по стране. Спрос на водителей такси в Татарстане за прошлый год вырос на 25%. Именно настолько увеличилось количество вакансий для таких специалистов. Поэтому показатели у республика вошла в число регионов-лидеров по Волжье. По данным Headhunter возглавляет рейтинг по росту спроса на новых таксистов Оренбургская область. Здесь число вакансий в прошлом году выросло на 49%. На втором месте Мордовия плюс 33%. На третьей и четвертой строчках Пензенская область и Удмуртия соответственно. Татарстан на пятом месте. Повышенный спрос на водителей такси наблюдается и сейчас. Об этом заявляют опрошенные нами участники рынка. Сейчас Яндекс раздает персональные цели каждому водителю на неделю. То есть выполнить какое-то определенное количество поездок и получить за это вознаграждение. Тем самым он стимулирует водителей как можно дольше оставаться на линии. То есть видимо раз пошли вот такие персональные цели. То есть они хотят возросший спрос на такси таким образом как-то погасить, чтобы не было бешеного скачка цен. Аналитики Headhunter подсчитали, что предлагаемые зарплаты таксистам в Татарстане за прошлый год выросли на 23 300 рублей и составили 101 700 рублей. Примечательно, что в погоне за кадрами компании почти из всех регионов Поволжья перещеголяли московских работодателей по динамике увеличения зарплат. Так, если в 2022 году работодатели в ПФО предлагали таксистам доход на уровне 80 000 рублей, то теперь их предложения выросли сразу на 28 000 до 108 000 рублей. Московские компании чуть-чуть отстают по динамике зарплат. За год они нарастили предлагаемую зарплату на 18 200 рублей. В целом по стране предлагаемая медианная зарплата у водителей такси в 2023 году составила 107 200 рублей. Сколько же реально зарабатывают таксисты в Татарстане, мы спросили непосредственно у водителей. Сколько таксисты в среднем зарабатывают, если учитывать основной эконом, можно даже добавить туда комфорт, то чистыми водителям остается примерно 1070. Но для этого надо работать где-то 12 часов, потому что кто-то на своей работе, а кто-то на арендованной машине. Если ты работаешь на арендованной машине, то тебе нужно оплатить аренду топлива, это тоже не так уж мало. Если ты работаешь на своей машине, то, как правило, она у тебя в кредите, и ежемесячно ты за нее должен заплатить 30-40 тысяч. Ну и плюс расходы, амортизация, обслуживание автомобиля. Это были новости экономики. Смотрите нашу программу на телеканале «Татарстан-24» каждый будний день. А если пропустили свежий выпуск, то заходите на ютуб-канал «Татарстан-24» в раздел «Новости экономики». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин